Добрый день, друзья! В эфире телеканала «Губерния-33» телеобзор основных культурных событий недели. В студии Алиса Бирюкова. Весна – время обновления и самых смелых инициатив. Яркий пример тому – арт-проект молодых владимирских художников по преображению жилых многоэтажных домов в спальных районах Владимира. Идея зародилась при подготовке первого Владимирского фестиваля современного искусства «Артсубъект», прошедшего в феврале. Сейчас настало время ее реализации. Художников поддержали коммунальные службы города и сами жильцы домов. Инициативную группу возглавили Евгения Стрэнджфрут и известный в городе организатор культурных событий Полины Вохотина. Первыми объектами стрит-арта стали подъезды домов. В дальнейшем же предполагается, что своеобразными холстами художников станут также и торцевые стены многоэтажек. На минувшей неделе, в светлый праздник Пасхи, Владимир вновь стал региональной площадкой открытия масштабнейшего московского пасхального фестиваля Валерия Гергиева. Неутомимый маэстро приехал во Владимир поздно ночью перед концертом, продирижировав в Москве на открытии конкурса Дениса Мацуева для молодых пианистов «Гранд Пиано». Музыканты симфонического оркестра Мариинского театра по традиции приехали спецфоездом фестиваля. В программе концерта прозвучали произведения Клода Дебюси, Сергея Прокофьева, Николая Римского-Корсакова и Сергея Рахманинова. Живая легенда Валерий Гергиев, художественный руководитель, директор Мариинского театра, выступил на сцене областного дворца культуры и искусств во Владимире. Под руководством известного на всю Европу дирижера играл один из лучших симфонических оркестров мира. Тот самый уникальный коллектив из Санкт-Петербурга. Встречали маэстро, как и полагается почетному гостю, хлебом и солью. Прежде чем подняться на сцену, Валерий Абисалович и губернатор Светлана Орлова пообщались с прессой. Из коридоров дворца культуры в концертный зал. Три звонка перед началом и вот оркестр занимает свои места. Еще через минуту на сцену выходит Валерий Гергиев. Овации зрительного зала и концерт начался. Звучат классическая симфония номер один Сергея Прокофьева и очаровательная и убаюкивающая прелюдия после полуденной отдых фавна Клода Дебюси. Финалом первой части концерта стало вступление к сказке о царе Салтане Николая Римского-Корсакова. Еще в 2015 году губернатор Светлана Орлова и Валерий Гергиев договорились о постоянном сотрудничестве. Тогда легендарный оркестр Мариинского театра стал гостем Танеевского музыкального фестиваля. Так что этот визит во Владимирскую область уже второй. В следующий раз мэтра симфонической музыки и его коллектив ждут уже с мастер-классами для подрастающих музыкантов. Однако на этом московский пасхальный фестиваль для Владимира не заканчивается. 14 мая к нам в гости впервые приедет сестра маэстро Гергиева Лариса Абисаловна Гергиева, которая на площадке областного центра классической музыки проведет открытый мастер-класс для вокалистов и представит концертную программу солистов Академии молодых певцов Мариинского театра. Приближается лето, а значит владимирцы и гости нашей области снова отправятся вместе со звездами классической музыки во главе с выдающимся виолончелистом Борисом Андриановым в музыкальную экспедицию. Подготовка к фестивалю уже идет полным ходом в Центре классической музыки. О маршруте музыкального путешествия и его участниках нашей программе рассказал главный дирижер Владимирского губернаторского оркестра Артем Маркин. Музыкальная экспедиция расширяет границы. В этом году церемония открытия мелодичного путешествия по красивейшим местам Владимирской земли состоится в Санкт-Петербурге. Как и прежде, цель проекта рассказать о красотах нашей малой родины в компании знаменитых исполнителей. Музыкальная экспедиция начнет миссию оккультуривания с 6 июня, а завершит 19-го. Старт экспедиции в Петербурге не случайен. Первые концерты 6 и 7 июня в Петропавловской крепости и дворике капеллы пройдут в рамках сотрудничества двух областей и соглашений между Центром классической музыки и Государственной академической капеллой Северной столицы. Во Владимире первое выступление состоится на большой смотровой площадке на Георгиевской улице. Потом музыкальная экспедиция поедет в московском направлении. Каждую из экспедиций как-то географически выбираем такой вот ареал. И это будут такие совершенно уникальные места, как Свято-Введенский островной монастырь в Покрове. Это будет Багдарна Джона Кописки. Это будет музей-усадьба Жуковского. Еще одна уникальная концертная площадка этого года в Шиве-Горка в Киржаче. Многим это место незнакомо, однако местные энтузиасты обнаружили, что после войны 1812 года здесь был лагерь ополчения. Впоследствии тут же обнаружили окопы времен Великой Отечественной. Такую площадку организаторы музыкальной экспедиции просто не смогли пропустить. Заходится музыкальная экспедиция тоже в необычном месте. Это музей-усадьба Воронцовых-Дашковых, Петушинский район. Это села Андреевска и Ларионова. Ларионова. Уникальный усадебный комплекс. И концерт будет не просто, а концерт-акция по привлечению внимания к этому месту. Все точки на музыкальной карте что-то объединяет. В Шиве-Горка – место, где любили отдыхать космонавты, а это уже связь с одним из отцов аэродинамики Николаем Жуковским. А музей-усадьба Жуковского – это линия-усадеб, которая неизменно присутствует в каждой экспедиции. Подготовка к проекту 2016 уже идет, все площадки осмотрены, проблемы выявлены. Воронцовской усадьбе нужно в субботнике сделать. Привет администрации Петушинского района. Ждем инициатив от вас. Потому что тот самый концерт в усадьбе Храповицкого, он предварялся титаническими, совершенно нереальными усилиями. В этом году Владимирцы услышат не только уже известных и музыкантов – фиолончелиста Бориса Андрианова, скрипача Бориса Бровцина, форнетиста Игоря Федорова, гитариста Дмитрия Ларионова, но и познакомиться со скрипачами Никитой Борисоглебским и Леонардом Шрайбером, пианистом Филиппом Купачевским. По предварительному плану все концерты музыкальной экспедиции пройдут под открытым небом, а всем путешествующим вместе с артистами обеспечат трансфер за символическую цену. А теперь о том, какие события ожидают нас в предстоящую праздничную неделю. 6 мая в палатах Владимира Суздальского музея-заповедника состоится акция «17 мгновений войны», в рамках которой встретятся семьи участников проекта «Часовые памяти», реализованного в год юбилея Победы. Напомним, идеей проекта стало объединение наследников воинов-победителей разных поколений. Родители вспоминали о своих дедах, а их дети читали наградные листы, прикасаясь через документы к подвигам прадедов. Теперь участники проекта встретятся в стенах музея. 7 мая в Киржаче на территории музейно-парковой зоны «Вшивая горка» пройдет открытие мемориала «Костер космонавтов» и «Место отдыха пляж космонавтов», призванных сохранить на Владимирской земле память о членах первого отряда покорителей космоса, тренировки которых проходили в Киржачском районе. В этот же день на сцене Владимирской областной филармонии концертную программу, посвященную Дню Победы под названием «От Москвы до Бреста» представит Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь». Начало праздничного концерта в 16.00. 8 мая на Никитском бульваре города Владимира стартует сезон открытых кинопоказов. В программе вечера легендарный фильм «Офицеры». 9 мая всех жителей области приглашают стать участниками уникального хорового флешмоба. Одним из главных событий праздничного дня во всех городах региона станет хоровая ассамблея. Чтобы присоединиться к общему хору, совсем не обязательно быть профессиональным певцом. Ровно в 11 часов дня хоровые коллективы и все желающие вместе исполнят две известные песни «Я люблю тебя, Россия» и «День Победы». В августе 1941 года вместе с группой композиторов и музыкантов мне пришлось работать на погрузке в Ленинградском порту. Был чудесный вечер. Невдалеке на рейде стоял какой-то корабль. С него доносились к нам звуки баяна и тихая песня. Мы долго слушали, как поют моряки. У меня возникла мысль написать об этом тихом, чудесном вечере, неожиданно выпавшем на долю людей, которым завтра, может быть, предстояло идти в опасный поход, в бой. Возвратившись из порта, я сел сочинять эту песню. Так вспоминал Василий Соловьев-Седой о создании одной из первых песен войны «Вечер на рейде». Давайте вместе вспомним эти песни, в каждой строке которых чья-то судьба, чья-то жизнь или смерть. С Днем Победы и до встречи на следующей неделе на телеканале «Губерния 33». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова